здравствуйте дорогие друзья театр поэтов в ваших телевизорах и сегодня на вашем общественном телевидении программа моя авторская меня зовут владимир антибинга и в гостях у меня поэт александр богурдович здравствуйте здравствуйте но он не только поэт но я как бы позвал его как поэта сейчас мы послушаем его стихотворение а потом расскажем кто он еще не поэт пожалуйста ну нет мы со своей стороны тоже представимся что амбулаторная литературная экстремальная организация самосудца сегодня в гостях у театра поэтов у передачи владимир антибинга его авторский проект я хотел это раскрыть после прочтения стиха было хорошо да ну так как было александр богурдович в эфире владимир антибинга в эфире стихи давай читай хорошо так как было сказано слово литературно то придется начать наверно все таки с литературы привет мама мы говорим с тобой на одном языке имена и глаголы ищем на потолке в ожидании встреч шевелим губами повторяет то что потом словами будем бесплодно пытаться друг другу сказать на синтаксис пунктуации норовя повлиять мы не слышим друг друга одним лишь сюжетом заменяем смысл как без мяса скелетом прибываем формой для адресов и дат сами на себя повтор плагиат все больше и больше убеждаясь в том что любое начало чревато концом мы молчим с тобой об одном и том же это хотя бы честнее кожи ощущая то что висит в тишине мы изнутри стремимся вовне не находя не встречая друг друга лишь часть избежать порочного круга на миг в одной точке мы совпадем реплики главных героев сведем к диалекту чувств не стесняясь слух стоять за ценой так высокий каблук оттопыривает сиськи и ягодицы в переносном значении мы частицы в амплуа и с амбициями падежей и склонений гнушаемся даже местоимений хотя местоимения как не лукаво в предложении имеет право на место должность резон мораль мы же расходный материал инвентарь мы заполним текстами мониторы тетради не бросим на произвол словарям ни пяди миг растянем на вечность точку в сферу превратим сподобившись на аферу мы будем пылью в книжном шкафу мы не след оставляем но канву спасибо александр александр богурдович вот знаете я хотел бы озвучить что он еще режиссер актер и он действительно такой человек продюсер писатель водитель да он умеет удивительно исполнять свои стихи а сейчас протараторил ну ладно я могу сейчас повторим не надо нет хорошо читаем медленнее просто чуть-чуть что-нибудь еще читать нет я имею ввиду расскажи о себе немножко экстремальный клуб самосуд литературный основатель его александр богурдович у нас в студии ну да есть еще литературный псевдоним игнатий может быть кто-то слышал что-то под этим словом вообще когда мы готовились к этой передаче володя не предупредил представь что володя я рассказываю зрителям о володе володя меня предупредил что представь что эта передача будет вообще последним твоим каким-то упоминанием о тебе в твоей жизни и это мне кажется очень правильно я не сказал последним ну мало ли что чтобы сказать что-то самое главное чтобы сказать что самое важно мне кажется это очень правильно с точки зрения литературы с точки зрения людей которые пытаются словом зафиксировать какие-то свои чувства мысли эмоции какую-то свою жизнь какой-то свой опыт отчеркнуть потому что если не пытаться к этому подходить с точки зрения того что это последнее что ты в своей жизни сделаешь на сегодняшний момент на этот этап на этот миг то вряд ли тебе удастся вообще что-либо сказать ты так и будешь говорить 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 бесконечно долго скучно нудно ну что еще себе спасибо мы выслушали прослушали лекции о философии современных подхода к современной поэте литературной методологии да саша давай стихотворение а потом дальше ну давай а времени о себе что хочешь ну только постарайся как-то немножко чуть-чуть исполнять а не просто читать щедрот твоих время не стяжать как не разбавь тебя напиток твой жирнеет как не потрать тебя кошель все не пустеет пока местам растрачек не устанет ждать и не сыграет в ящик где слабеет твоя над этим миром тать что остается нам твоим рабам смотреть как ты ветистуешь на троне внимать всем яхонтом в твоей короне ловить твои желание по губам плясать перед тобой гопак в попоне молчать когда ты волю дашь рукам или возомнить себя твоим судьей убийцей палачом и вором преследовать гноить клеймить позором встречать ушатом провожать бадьей обкладывать оброком оговором топить в пучине и равнять землей или за спиной у тебя балудить пихаться и шушукаться по скотски поссориться подраться по-сиротски все бацацирки и игрушки поделить и да пребудет каждому по-плоцки чтоб сам себя мог до экстаза веселить не имешь сраму ты не ведаешь греха не потому что по невинности не вежа а потому что в своем царственном кортеже минуя все причины свысока их следствием являешься дандежи скоты твоими пляшем да пока ну Володя понимаешь я могу с выражением читать я могу читать медленно сейчас хорошо глазки иногда поднимал так в экрану хорошо ну просто я пишу сложно я стараюсь в сантиметр в миллиметр текста вкладывать столько всего что иногда даже и 50 раз перечитываешь не каждый смысл ну вот я знаю что в твоем клубе самосуд кстати в интернете в социальной сети контакт набираете самосуд и там же где театр поэт там несколько выскакивает ссылок но литературный экстремальный там что-то клуб самосуд там где литературу обсуждают выкладывают там фотографии поэты и люди потом могут всяко там не 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 поэт выкладывает произведение каким образом он его выкладывает он выкладывает просто под свои иллюстрации поэтому в результате получается о любом иллюстрации ты узнаешь вот под этой иллюстрации было произведение того то того то автора а дальше абсолютно честно абсолютно правдиво абсолютно искренне каждый может сказать что он думает об этом произведении хорошо дорогие телезрители вот мы ваша картинка вот он в гордовище вот и вот он стихи свои исполнил все честно позвоните нам скажите что вы думаете о его стихах телефон 9 7 1 19 11 да а поскольку ты сам говорил что вот возможно это последний эфир в твоей жизни ты так сказал ты сказал то соответственно саша где учился чё работал как жизнь была вообще ну это очень большая тема разговора я об этом собираюсь написать мемуары дело в том что приходилось за свою жизнь и приходится и продолжается делать очень много чего очень за много чего браться но конечно основные такие веки это была школа старинной музыки в петергофе частная где мы изучали медиакультуру античных и средних веков делали старинные музыкальные инструменты а потом был театральный институт потом были театры потом было кино но в какие театры какой кино театры молодежный тюз 7 лет комедианты там собственно говоря учебу буратино играл буратино не играл играл карабаса барабас играл бабу ягу в мимиграндах посчастливилось поработать ну собственные проекты какие-то клоунский спектакль паяться куда тебя звал 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 но как-то так ты как и ночью кино по-разному продюсировали работали замами работали вторыми снимали какие-то рекламном то сериале кто-то тебя убивает до 24 серии меня сначала убивают потом есть да это я не знал я просто так сказал потом господин мережка все равно всех убивает сценарист сказал что нет а как же мы без этого персонажей в сериях до меня оживили и так дошло до конца был сериал мы не будем ну вот я для себя недавно понял что самая интересная работа это искать работу то есть вот это самое это то что занимает хорошие даже кто уже на ли хорошо так долго работает на все равно там тихоря ищет что-то получше не ну давай стихотворение от хорош а потом дальше про ну да принято считать уважаемые господа телезрители что стихи это некая такая у меня не замечают вообще я говорю вот огоньку что стихи это некая такая эфирная субстанция которая посвящена легким воздушным лирическим настроением погодам каким-то эмоциональным чувством и что не дай бог ты попробуешь туда вложить что-то сложное не дай бог ты начнешь там что-то нудить но не знаю я с этим всегда не соглашался и собственно говоря поэтому то что делаю лично я вам не даже стихами не всегда удается называть по сравнению с тем что я вижу на литературных вечерах что я читаю там в интернете у современных авторах поэтому не знаю прочитающую что уж сами не спеши не назову что такое не спешат вот попробовал про лирику не знаю что получилось однажды я тебя уже любил хоть было на тебе не это платье лицо другое и иные статьи и имя имя я уже забыл теперь чтобы нам не повторять ошибок и курьезных ситуаций избежать провалов и оваций овации ведь тоже могут лгать давай не будем заплывать за ты терять башку переходить границы удержимся в форм-факторе синицы чем журавлями баловать мечты не обязательно всему искать слова давать название сходиться адресами достаточно измерить ночь шагами споткнувшись может раз а может два есть было будет то что на роду начертана и скреплена печатью знакомство не причина к счастью лишь повод отодвинуть пустоту поэтому пусть я любил тебя пусть даже ты меня когда-то тоже то что сейчас оценим подороже распробуем от края при губя спасибо богурдович александр поэт лирика в девичестве игнатий все равно 971 1911 телефон позвоните скажите что вы думаете о стихах александра пожалуйста ну пожалуйста да саш вот поскольку вот самосуд у тебя да и вы там у тебя театр поэтов послушайте да я руководитель театра поэтов послушайте в санкт-петербурге основатель вот все тоже можно найти в интернете еще теперь я создал свой паблик безумный имеется ввиду как поэт владимир антипенко стихах галлюцинации я создал самосуд как свой паблик чем вот я просто вот что хотел спросить вот я каждого гостя если он если у него есть как это последователи если если прошу вот можешь что-то сказать во первых два у меня два пункта первое своим так сказать ученикам вот а второе назвать какие-то имена озвучить которых мы не знаем допустим благодаря нашей программе человек потом в интернете найдет этого поэта и посмотрит твой вкус но вчера я современную с удовольствием был на вечере автора с которым собственно говоря и познакомился вот в том паблике который ты озвучила самосуде который модерирую курирую и дрессирую вечер был замечательного петербургского автора филиппа фисона он известен фэшн индустрии но он известен как журналист но он прекрасный автор с шикарными по хорошей стихи да да не буду кидать ну я не говорю что он именно благодаря самосуду он где-то еще действительно засветился ну вот он у нас появляется и запомни мысль что хотел дальше сказать звонок принимай да алё здравствуйте алё мы слушаем вас здравствуйте приглашённого поэта в красном пиджаке не снимался ли он в подъездском петербурге очень похож да вот и вот так сказать видимо очень понравилась роль и потом не рекламировал он стильки вот и хотелось бы что-то послушать его стихи А как вас зовут? Алло, алло Как вас зовут? Тихо, тихо, тихо Алло Уже все, отключился человек Господа Твои стихи похожи на стельки Нет, я хотел сказать, что Людям, которые зарабатывают свой хлеб актерским ремеслом Приходится играть разные роли Не только в бандитском Петербурге И не только в Федоре Михайловиче Достоевском В рекламе, рекламу стельки рекламе Ну и во многих других местах Не будем озвучивать, что именно артисты рекламируют По-моему, человек сказал, что твои стихи похожи на стельки Кстати, стельки это очень удобная вещь Он очень хорошо и легко завернул Нет, я понимаю, что этот ярлык теперь приклеится И никуда от него не деться Но я сейчас прочитаю о чем-то, что считаю более практичным и полезным Нежели тот предмет, о котором мы говорили Для автора, для пишущего человека Для зрителя, который попросил тебя прочитать Ну, само собой, в итоге для зрителя Значит, это будет небольшая паразаическая зарисовочка Про стельки? Про вот этот предмет Называется Черновики В гостях я как бы случайно теряю Черновики У меня всегда по 23 копии каждого шедевра Потом найдут, будут мемуар обо мне писать У некоторых уже по нескольку экземпляров оставлял Повезло им, значит Вообще им повезло, что со мной знакомы Повезло всем, кто со мной в одно время живет Бывая, встречусь с кем-нибудь на улице И человек домой счастливый идет Может и не понимает от чего Но хорошо ему Потом долго этот момент своей жизни вспоминает Или тут вот захожу в магазин А там продавец с покупателями ругается И вдруг я Они сразу успокоились, помирились Я очень благотворно на людей влияю Меня в больницы приглашали На войну хотели послать, чтобы там мир был А еще по телевизору предлагают выступить Сразу для всех Для всей планеты Чтобы осчастливить У них несчастье, болезни, раздоры Только от того, что меня не знают А узнают, взглянут хоть одним глазком Пусть даже лишь услышат Пусть даже не меня, а обо мне И сразу легче станет Лучше экономика наладится Рождаемость повысится Войны прекратятся Так что даже в черновиках моих Огромная сила Каждая из 23 копий имеет свое предназначение Какая-то для друзей Другая в архив Третья в Академию наук И так далее, и так далее, и так далее Вот думаю Надо не 23, а 25 копий делать Еще одну Посылать с космонавтами на орбитальную станцию Пусть там хранится Мало ли здесь что А еще одну надо посвятить случаю Я ее на Невском проспекте брошу На тротуар, как бы мусор А потом из-за угла буду смотреть Что произойдет, кто подберет Какое-то на него окажет влияние Случай необходимо изучать Это самая важная штука Я вот уже кое-что понял про это А остальные еще нет Всенепременнейше нужно обязать в школах Вести предмет по изучению случая Удачи, вероятности Назвать его не взначай Как мою первую книжку А в качестве учебника Атлас и наглядного пособия Использовать мои литературные труды И записанные современниками мои мысли То есть слова, фразы, восклицания Покашливания Пожимания плечами Моргания Произведенные по разным поводам И без повода Я не против Спасибо Александр Багурдович не против Известности, популярности Опять по бумажке Успехтал Но в данном случае стих черновики И кстати, опять звонок Смотри, какой ты популярный товарищ Алло, здравствуйте Слушаем Алло Алло Мы вас слушаем Здравствуйте Звонок В студию Хорошо Звонка пока нет Или есть звонок Ну пока нету звонка Есть Алло Здравствуйте Добрый день Здравствуйте Меня зовут Татьяна Мне очень понравились ваши стихи В наше время, наверное, непросто писать стихи Ну, наверное, как и во все времена И очень рада, что есть еще люди, которые это делают Я сама тоже немного пишут Я сама тоже немного пишу стихи И пока не нашла выхода своему небольшому творчеству Может быть, даже зайду на ваш сайт И напишу свои стихи, чтобы узнать, как сама суд отреагирует Спасибо Спасибо большое Татьяна, Володя вас пригласит обязательно И вы тоже найдете выход Там есть один моментик такой Что нужно фотографию выложить А стих прикреплять Не прикреплять, а в комментариях Ну, это технически там все написано Важно Там есть правила для дураков Правила для умных Для умных подлиннее Жалко, что... А, Татьяна, ведь она представилась Да, Татьяна Приглашай, она тоже пишет стихи А мы все-таки вернем Спасибо большое, Татьяна Видишь, опять все ушло в категорию Нравится, не нравится А в самосуде у вас там Это дифференцируется на миллионы составляющих Да, профессиональными Чем нравится, какая буква справа, какая слева И вот возвращаясь, опять же, к самосуду И все-таки вот ту тему, которую я сказал К Филиппу Фисену Помнишь, да? А, к остальным авторам Я говорил, запомни мысль А именно, что сейчас Александр озвучит Кто ему в современной поэзии нравится Спасибо, что ты напонял Это так важно, на самом деле И плюс некий посыл своим ученикам Если они у него есть, конечно Ну, ученикам, не ученикам Я знаю, что действительно Благодаря чисто вот этому ресурсу Появилось несколько имен Несколько фамилий Несколько авторов Несколько, назови Одного мы уже услышали До этого где-то, может быть, мелькали Но не так активно А благодаря нам, благодаря тому, что мы даже иногда выступаем Мы выходим, мы вылезаем из-под поля Эти люди стали появляться в других местах Фамилии Олег Владимировцев Виктория Черножукова Екатерина Мельникова Максим Ляхт Елена Шеримова Ой, Дарья Кожачкина-Деева Много-много-много, на самом деле, у нас авторов У нас есть даже отдельный альбом Он называется «Сто процентов» То есть люди, которые выдержали все Дорогие друзья, эти поэты достойные люди Но Саша сейчас озвучил Тех, кто снимал с основания самосуда И это его кореша Ну, хорошо А так вообще Хорошо, а если вот шире Еще кто-то, кроме кто в самосуде, нравится? Ну, конечно Есть фамилию, можешь назвать? Вообще, в Питере Я знаю нескольких Человека, которого ты не знаешь Но стихи его нравятся Нескольких людей, которых я, может быть, мельком только видел Ну, кого я где-то читал Вот из современных, да, мы говорим И лично не знаком Лично не знаком Хотя они у нас появлялись в том же самом «Самосуде» Ну, как-то так, мельком Фамилию Ксения Желудова мне очень нравится Ксения Желудова Желудова Желудова, да Александр Пелевин Ну, его... Пелевин мы знаем Да, мы знаем Я его слышал А Желудову я даже сам посмотрю Да, очень интересный автор Хорошо, а мы... Говори, говори Ну, продолжаем Стихи Время идет Еще почитать, что ли? Мы хотим Багурдовича услышать Ну, если о себе, так попробуй о себе Нет оратор Моих дней записная книжка Переписана на бело Что-то вычеркнуто Ушло На иных страницах и то нет ни слова Видимо, слишком было сказано до того Например, сегодня Страница номер где-то прямо сейчас Чистый лист Отдых для глаз Если б сразу без всяких тех фраз Накатило события лица Переписываю в сотый раз Переплет, обложка, название Крупный шрифт Вензеля, портрет В нимбе пудры Брелков Эпполет Ниже Дата создания Дата будет в конце Создания Продолжается в данный момент Спасибо А можно я тоже так шпильку вставлю? Давай Да я одни шпильки вообще вставляю По-моему, все здорово Ну, да, хорошо Уложуха полная Хорошо Дорогие телезрители Вот, опять же, возвращаясь к этому самосуду Литературному клубу Если вы хотите увидеть живого тролля То вот он сидит Имеется в виду Я в хорошем смысле Опять же Я вот так страшно на меня посмотрел То есть Где бы вы не оставили комментарий Обязательно Саша Там ответит вам То есть Вы не останетесь без участков Нет Это то же самое Когда артисты приглашают Там Свадьбу Или юбилей Или корпоратив провести Называют это слово Его Назови меня Называют Тамадой А он ведущий Он конференцист Так же и здесь Если я комментирую Если я что-то говорю людям Как бы Про стихи По правилам вот этого ресурса По правилам самосуда Почему тролль Тролль это тот, кто Вот Ему сказать нечего Он все равно говорит И говорит Главное, чтобы вставить последним А у нас Саша, ну я же утрирован У нас борьба с графоманией Я тоже в своем роде тролль Здесь У меня не пролезешь вообще нигде В моих группах Вконтакте Театр поэтов Послушайте Тоже ищите Вот И если будете шалить Там всех забаним Нафиг Да, да А ты банишь кого-нибудь Там у себя? Да У меня около сотни человек Ну Некоторых За что? Некоторых разбаним Ну у нас правило Не ругаться Не переходить на личности Аргументировать Не заниматься флудом Тем же троллингом То есть не вступать в личную переписку Под произведениями Выложил автор произведения Вот и говори ему Я выложил у них рекламу один раз Они меня удалили Да Но не забанили Реклама-то была другого творческого характера Вот все равно Все равно Стихи и все, что думают о них читатели Вот это самый честный, самый прямой Самый лучший И уникальный в интернете момент Да и вообще везде Ну вот Если что-то еще не успел сказать То самое время Ой Да я не знаю, что Ты вот все просишь Я все стесняюсь Даже покраснел Слушай, я его как назвал троллем Он покраснел Да что плохого То есть все мужчины троллю Ну ладно Нет, почему Я достаточно сильными Нарциссическими Качествами обладаю Я понял, понял Ну что, есть с нами Ну, приближается Финал нашей передачи Поэтому вот такое Финальное, наверное, стихотворение Давай Мы рады расставанием Не меньше, чем нам они Так надо полагать Им понутру нас в порошок стирать Из-за угла подстерегать Зловеще Сторговываясь с нами о цене За то, чтобы неизбежно и приблизить Чтобы узы разорвать Тариф повысить На боль и истину Веритас в вине Мы расставанием не даем ни шанса Опережаем и к финишу стремглав Стремимся, пусть и потеряв Но первые Вот повод для баланса Спасибо Дорогие телезрители Вот не судите строго Владимира Антиппенка Поэта тоже Сегодня ни слова я не произнес Хотя тебе обещал, что буду тоже читать Да, лишил тебя такой возможности Вот у меня теперь совесть будет углаживать Да ничего, но я подумал, что пусть лучше ты о себе больше расскажешь Господа, на самом деле судите Но судите со знанием дела То есть старайтесь быть в курсе всех дел Вот если ты хочешь, чтобы я что-то сказал Рассудительный такой А как в интернете напишешь что-нибудь Ух! Нужно иметь свое мнение Ты живешь И только его мнение и существует Нет Ты являешься человеком Пока у тебя есть свое мнение Нет у тебя мнения Согласен ты с большинством? Спасибо Сегодня был Александр Багурдович И Владимир Антипенко Пока встречимся через неделю Ура! Пишите, думайте